Здравствуйте! В эфире новости спорта и я Андрей Трой. В Созновке пройдет традиционная рождественская гонка. Российские биатлонистки провалили эстафету на Кубке Мира. Вильяриал вышел в 1-8 финала Кубка Короля Испании. 17 января на полигоне в Сосновке пройдет 19-я рождественская гонка чемпионов. В гонке примут участие 16 пилотов, в их числе победитель рождественской синхронной гонки 2014 года и победитель Кубка Европы в классе Туринг в зачете сингл-мейк-трофе Дмитрий Брагин. Также примут участие чемпион России в классе Туринг Лайт Борис Шульмейстер и обладатель трофея мира FIA WEC в классе LMP2 в командном зачете Кирилл Ладыгин. Соревнования пройдут в обновленном формате. По итогам квалификации 16 участников разделятся на 4 группы по 4 пилота. В этих группах гонщики будут бороться по схеме «каждый с каждым». По два лучших пилота из группы всего 8 участников продолжат борьбу по олимпийской системе в четвертьфинале, то есть на выбывание. Гонщики будут выступать на специальных автомобилях «Лада Калина» НФР. Четверка российских биатлонисток провалила эстафету в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупальдинге, финишировав лишь на восьмом месте. В составе команды выступали Яна Романова, Дарья Веролайнинг, Екатерина Шумилова и Галина Нечкасова. Первое место в эстафете заняли биатлонистки Чехии. Серебро завоевали спортсменки из Белоруссии, а бронзу – немки. Хуже всего показал себя Веролайнинг. Она стартовала на втором этапе эстафеты и на стрельбе из положений стоит даже с тремя дополнительными выстрелами не поразила две мишени. Вилья Реал сыграл в ничью в ответном матче с Реал Сесъедадом в 1-8 финала Кубка Короля Испании. По итогам двух встреч команда вышла в следующий раунд Кубка. Нападающий россиянин Денис Черышев в гостевой игре отметился желтой карточкой на последних минутах встречи. В первой игре он стал автором победного гола. Это были все новости спорта на сегодня. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова